Деньги на дожде 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 Придерживаете ли новое мнение? Не на что надеяться в плане экономических новостей. Но стоит надеяться на то, что все-таки в период, когда мы видим, что на многие товары растут цены очень сильно, на многие реальные активы растут сильно цены. Я думаю, что бумажные деньги немножко теряют в глазах инвесторов. И мы, скорее всего, увидим какой-то переток инвесторов из инвестирования в деньги. Ну что ж, собственно, ситуация такова, что, возможно, и на следующей неделе бумаги продолжат снижаться. Но дело в том, что действительно на рынке нет никаких практически хороших новостей. И как раз все новости, которые поступали в последние дни, они негативны. Не самая позитивная корпоративная статистика. Например, у банков растет объем просрочки по кредитам. Собственно говоря, компании показывают прибыль меньше, чем ожидаем. Ожидалось точно так же и данные по ВВП, например, стран еврозоны оказались ниже ожиданий в Испании, в Германии. Ну и, собственно, возможно, главная причина нынешней коррекции, то есть довольно серьезного снижения, собственно, цен как на товары, так и на акции по всему миру. Это опасение того, что американская экономика в 2012 году войдет в период рецессии, то есть перестанет расти, ну, собственно, вернется в то же состояние, в каком она находилась в 2008-2009 году, ну, когда, собственно, у нас был международный экономический, финансовый кризис. И, собственно, действительно, многие уже заговорили о том, что мы стоим на пороке нового кризиса, вспомнили о том, что акции в последние дни валятся со скоростью невиданной с 2008 года. Однако, как, например, подсчитали аналитики ФК Солид, подобного рода снижение более-менее нормальное явление для фондового рынка. Вот давайте посмотрим на самые сильные падения индекса МВБ в этом веке за один день. Ну, собственно, как мы видим, бывали ситуации пострашнее, но они были в 2008 году, когда бушевал кризис, но в 2006 и в 2009 году, когда, ну, собственно, до кризиса было далеко, или его острая фаза миновала, акции снижались, бывало еще и, собственно, бодрее, чем в конце этой недели. Если говорить о самых сильных снижениях за три дня, за последовательных три дня, собственно, три дня уже индексы по всему миру снижаются более чем бодро. Мы видим, что, ну, когда, собственно, был кризис 2008 года, значения были совершенно фантастические, катастрофичные, по 30% теряли индексы, ну, а, собственно, в потере даже 10% нет ничего неожиданного. И даже если мы посмотрим на статистику дневного изменения в 2009 году, да, мы увидим, что, ну, вот, собственно, например, и после начала кризиса в 2009 году, ну, бывало, бывало, бывало и пострашней. Вот, собственно, курс акций снижается, но пока, пока мы видим, что темпы снижения, к счастью, далеки от темпов снижения, характерных для острой фазы экономического кризиса. Пока можно говорить о том, что на рынках происходит такая серьезная коррекция, как говорят биржевики, когда снижается курс акций, каунт снижается более-менее широким фронтом. И, что ж, собственно, мы видим, что акции пока не снижается, но на фоне этого снижения в Италии разворачивается, ну, практически эпическая драма. Что ж, что происходит? Сегодня около полудня по московскому времени пришли сообщения о том, что в Италии проходят обыски в штаб-квартирах рейтинговых агентств Moody's и Standard & Poor's. Надо сказать, что европейские политики уже несколько месяцев высказывают претензии в адрес этих агентств, по их мнению, рейтинговые агентства, ну, все они американские, выставляя свои оценки кредитоспособности компаний и даже целых стран, возможно, злоупотребляют своим влиянием на финансовые и фондовые рынки, ну, просто потому, что, так сказать, после сокращения рейтинга компаний или стран на рынках следует обвал. Собственно, как это произошло, ну, например, с рейтингами Греции или Португалии, когда рейтинги были сокращены? И вот мы видим Сильву Берлускони в четверг, он обращался к нации с посланием, выступал перед представителями бизнеса, перед представителями парламента. Сильву Берлускони пытался вдохнуть, ну, прежде всего, в инвесторов, веру в незыблемость позиций, собственно, Италии. Ну, Италия, как считается, в том числе и с подачей рейтинговых агентств, находится на пороге кризиса, может стать следующей жертвой кризиса в еврозоне. Итальянские облигации теряют в цене, итальянские банки, ну, в принципе, уже в одном шаге от кризиса доверия к ним, в общем, им все меньше и меньше, все менее и менее охотно доверяют деньги в долг. Сильву Берлускони попытался переломить эту тенденцию, напомню, выступал с масштабной речью, но, собственно говоря, такого особенного успеха не имел долговые бумаги Италии, ну, собственно, как и Испании продолжали валиться в цене. Рейтинговые агентства по-прежнему весьма скептично относятся к способности Италии, итальянских банкиров обслуживают свои долги. И вот сегодня правительство Италии перешло от слов к делу. Такая, знаете, типичная российская история, когда в офисы хозяйствующих субъектов въехали полицейские, проводят там обыск, выемку документов, и, собственно, мы запросили комментарии у жертв, можно сказать, наезда со стороны итальянских силовых органов. И вот что нам прислали из Центрального Европейского офиса агентства МУДИС. Давайте посмотрим. Мы уверены, что это расследование с недостойным и самонадеянным вторжением не имеет законных оснований. В данный момент мы делаем все возможное, чтобы получить подробную информацию об этом деле, сообщили нам, собственно, представители агентства МУДИС. Сейчас вечером мы ждем в гости главу российского офиса агентства Стендарт Энпурса. Надеюсь, что он посетит нас в программе здесь. Сейчас мы подробнее обсудим эту тему. В принципе, тема беспрецедентная. Никогда, в общем-то, такого не было, чтобы, можно сказать, такие рыночные агенты, как рейтинговые агентства, становились жертвами столь, ну, в общем, привычного для России, но, наверное, беспрецедентного, как мы здесь в России верим, наезды со стороны силовых органов. Что ж, на этих новостях мы уйдем на рекламу, вернемся, будем обсуждать российские корпоративные новости. Деньги на дожде. Ну, что ж, пожалуй, главная сделка сегодняшняя с участием российских компаний. Александр Лукашенко, президент Беларуси, согласился заложить, ну, действительно, самое дорогое, что у Лукашенко есть, это акции предприятия под названием «Беларусь калий». Собственно, доходы и налоговые поступления от «Беларусь калия», если что, обеспечивают 20% доходной части Республики Беларусь. И вот, собственно, треть «Беларусь калия» заложена по кредиту, который «Беларусь калий» и Республика Беларусь возьмут у консорциума из российского Сбербанка и немецкого Дойчебанка. 2 миллиарда долларов, собственно, напомню, Сбербанк и Дойчебанка предоставят под залог третий «Беларусь калия». Кредит, безусловно, очень выгодный, залог, собственно, более чем достаточен. Ну, собственно, почему? Есть претендент на покупку «Беларусь калия», это структура Сулеймана Керимова. Сулейман Керимов является владельцем российских компаний, производящих калийные удобрения. И, собственно, он выходил с предложением, во всех случаях ходят слухи о том, что Керимов предлагал Александру Лукашенко гораздо большую сумму за переход половины «Беларусь калия» в собственность. Керимов якобы был готов, ну, структуры Керимова предлагали Лукашенко, то есть правительству Беларуси, 15 миллиардов долларов. Ну, то есть, собственно, Керимов оценивал «Беларусь калий» в 30 миллиардов, Сбербанк и Дойчий Банк оценили в 6. Ну, и понятно, что если этот кредит не будет возвращенный, российские компании, ну, и кредиторы получат треть «Беларусь калий», это будет крайне выгодная сделка. А вообще, надо сказать, что «Беларусь калий» – это чрезвычайно важный во всех смыслах объект для поглощения, ну, со стороны, как бы, российских компаний. Мало того, что, конечно, эта компания обеспечивает пятую часть беларуского бюджета, и, безусловно, безусловно, аншлюз этой компании поставит Александра Лукашенко в крайне сложное положение в любом политическом конфликте с Россией. Но что еще важно сказать? «Беларусь калий» – это часть, в советское время существовала, по сути, единая компания в составе «Беларусь калия», «Урал калия» и компании «Сильвенит». Вот эти компании разрабатывали рудник в Березниках, и, собственно, «Беларусь калий» разрабатывает месторождение в Беларуси, и в российское время, в советское время была единая сбытовая структура «Сильвенита», «Урал калия» и «Беларусь калия», которые, собственно, вместе, в некотором роде диктовали в мире цены на калийные удобрения. В настоящее время сбыть снова объединена в рамках беларуской калийной компании. Ну, собственно говоря, поглощение беларусь калия в любой форме позволит российским компаниям диктовать свои цены на калийные удобрения в мире, пока этого не произошло, но первый шаг, можно сказать, к этому сделан, поскольку треть «Беларусь калия» заложена по кредиту российского Сбербанка, и надо сказать, что, собственно, этот кредит, что еще раз подчеркивает его важность, сегодня обсуждал глава Сбербанка Герман Греф с Владимиром Путиным. Что ж, мы давайте перейдем к следующей теме, будем обсуждать сырье. Ну, собственно, будем обсуждать виды на урожаи зерновых в России. Урожай в этом году ожидается более чем хороший. И, собственно, сегодня представители правительства заговорили о том, что прогноз по урожаю в очередной раз пересмотрен в сторону увеличения, на этот раз с 85 миллионов тонн в год до 92 миллионов тонн. Собственно, и то, и другое очень много, потому что, как считается, на собственное потребление Россия тратит порядка 70 миллионов тонн. То есть любой урожай выше 70 миллионов тонн говорит о том, что у России не будет недостатка ни в зерне, ни в кормах для скота. И, собственно, наоборот, зерно будет экспортироваться. Да. Ну, а, соответственно, цены на продукцию сельского хозяйства можно ожидать будут расти не так быстро, как они росли, ну, например, в прошлом году. Однако независимые эксперты не разделяют чрезмерного, на их взгляд, оптимизма правительства. Они считают, что, говорить о пересмотре прогнозов с 85 до 92, а то и до 95 миллионов тонн еще рано, убрано пока только треть урожая в России, убрана она в южных районах. Там собрано примерно 34-35 миллионов тонн. Ну, и, собственно, надо сказать, что столько же зерна было убрано и в прошлом году, когда в России была засуха, был неурожай. Собственно, все зависит от того, как уродится зерно пшеницы в центральных районах. Но об этом можно будет говорить, вероятно, только через месяц. Ну, что ж, от видов на урожай перейдем на фондовый, финансовый, точнее, рынок, где у нас сегодня довольно интересные новости корпораций. Атон, одну из крупнейших инвестиционных групп, уценили Атон. Напомню, незадолго до кризиса был привлечен за 424 миллиона долларов итальянская группа Юникредит. И вот теперь Юникредит уценила свою покупку. Собственно, Атон с тех пор был переименован, теперь называется Юникредит Секьюритис. И из 424 миллионов долларов, потраченных на эту инвестицию, собственно, итальянская финансовая группа списала 71 миллион долларов. Ну, собственно, таким образом, уценив покупку, уценили ее, потому что пересмотрели они способность Юникредит Секьюритис к генерации прибыли. Собственно, выяснилось, что бизнес у них в России развивается не так успешно. Ну, а, собственно, почему так происходит, мы поинтересовались у Алексея Буздалина, главного эксперта Центра экономического анализа «Интерфакс». Инвестиционный бизнес сам по себе, он не имеет особо большой стоимости для банка. И если возникает необходимость сэкономить на издержках или там как-то привести в порядок бизнес-риск профиля самого банка, там в глазах рейтингового агентства, то в первую очередь сокращает именно инвестиционный бизнес. Сокращение розничного бизнеса выглядит несколько странным, поскольку, на мой взгляд, розничный бизнес в России сейчас становится опять драйвером роста для всего банковского сектора и, соответственно, драйвером стоимости банковского бизнеса. Ну что ж, собственно, Алексей Буздалин говорит о том, что инвестиционный бизнес сокращается в первую очередь. Собственно, так и произошло в случае с Юникредитом. Они провели сокращение, во всяком случае, лишились большей части, ну не большей части, значительной части своей инвестбанковской компании, что и привело к уценке этого бизнеса. Однако эксперты говорят о том, что розничный бизнес, ну, собственно, обычный банковский бизнес по приему депозитов и выдачи кредитов в России очень и очень привлекателен. Привлекателен, да, но не для иностранных компаний. Давайте посмотрим на список иностранных банков, которые покинули российский рынок за последние годы. Банк КБС уходит из России. Рабобанк закрыл российский офис, который, собственно, с прошлого века работал здесь, пережил два кризиса. Банк Сантандер, один из крупнейших офисов банков Европы, продал бизнес в России. В прошлом году Барклэйсбанк точно так же продает российское подразделение, фиксируя убытки сотни миллионов долларов. Банк HSBC открыл розничное подразделение несколько лет назад и тут же его закрыл. Банк ING, собственно, точно так же перестал работать с частными клиентами в России. Что ж, возможно, действительно в России чрезвычайно привлекателен бизнес по выдаче кредитов, приему депозитов у граждан, но далеко не у всех иностранных банков в России заладилось. И это, конечно, уже, если честно, похоже на тенденцию. Ну, например, вчера часть своих активов розничных продал Светбанк, шведская группа. И, собственно, добавив к этому печальному списку иностранных банков, уходящих из России, еще одно название. Почему это происходит? Банк, например, HSBC, объявив официальное закрытие своего бизнеса в России, например, сообщил о том, что он закрывает бизнес в 39 странах, потому что там его отделения недостаточно конкурентоспособны. Ух, что ж, и, да, давайте теперь, собственно, поговорим о, может быть, конкурентоспособных идеях, об идеях, которые позволят заработать на фондовом рынке. Что ж, собственно, сегодня нам аналитики BNP, парикбанка предлагают присмотреться к актерам производителя удобрений. Эта компания Акрон производит сложные колейные удобрения, находится на севере России. И, собственно, эта компания недооценена по сравнению с другими производителями, собственно, аналогичных товаров. Недооценка составляет чуть более 10%, и это как первый мотив. А второй мотив состоит в том, что акции Акрона чрезвычайно волатильны. Акрона, соответственно, в моменты, когда индекс растет, растет сильнее индекса, а в момент, когда рынок снижается, падает сильнее рынка. И вот сейчас, когда, собственно, рынок корректируется и снижается, возможно, очень хороший момент для того, чтобы приобрести такую волатильную бумагу. Ведь она, собственно, очень сильно упадет, и когда рынок будет восстанавливаться, столь же сильно вырастет цене. Ну что ж, давайте, собственно, послушаем. Компания Акрон довольно интересный объект для инвестирования. Компания является крупным производителем сложных удобрений, таких как камеак, азотные и сложные удобрения, а также продукции органического синтеза и неорганической химии. Компания занимает 32% общего объема производства калий, содержащих сложных удобрений в России, объединяет три крупных производственных предприятия. Также компания располагает собственной транспортной инфраструктурой и международной с бытовой сетью. И развивает сырьевые проекты, такие как Валеньий ручей, Талийский участок на Верхнекамском, месторождение калийных солей. Во-первых, стоит отметить, что компания сравнительно недооценена рынком. Так, например, по показателю EVBDA 2011 года, который по нашим оценкам для этой компании составляет 3,8%. Предприятие торгуется с более чем 11% дисконтом к российским аналогам. Также важным фактором, который может послужить толчком для роста цен, является ожидаемый запуск проекта Оленей ручей. Проект должен полностью обеспечить потребности компании в апатитовом концентрате. Компания потребляет около 800 тысяч тонн концентрата в год. При этом годовая мощность проекта Оленей ручей на первом этапе только составляет 1 миллион тонн концентрата в год. И в дальнейшем ожидается, что будет рост мощности этого проекта увеличен в два раза. Кроме того, положительным фактором для акции предприятия является становительно интересная дивидендная доходность. И в этом году она может превысить 4%. Согласно дивидендной политике компании, предприятие выплачивает не менее 30% прибыли акционерам в виде дивидендов. Таким образом, учитывая все вот эти факторы, мы считаем, что у предприятия есть потенциал роста. Потенциал роста может составить более 35% на годовом интервале. Что касается рисков, то здесь стоит отметить, что компания торгует с довольно высокой бетой. Бета – это коэффициент, который показывает относительное изменение стоимости акций компании по сравнению с изменением рынка. То есть, если, допустим, бета у компании один, то в случае, если компания оценена справедливо, она растет примерно с тем же стемпом, что и рынок в целом. Ну, соответственно, и падает. Если бета меньше, допустим, 0.5, то, соответственно, тогда динамика компании, она может быть менее волатильна, чем динамика рынка в целом. Бета, по нашему оценку, составляет порядка 1.3, поэтому в случае возникновения волатильности на рынке вполне вероятны некоторые резкие движения и котировок акций компании Акрон. Но, учитывая перечисленные выше факторы роста, здесь можно рекомендовать... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова